Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. Жители поселка Актав вынуждены осваивать профессию дорожного рабочего. Сельские власти уже даже не обещают отремонтировать дорогу в этом году. Причина – нет денег в бюджете. Масштабное торжество на родине космонавтов. В Каркаролинском районе широко отметили 70-летний юбилей Тухтора Убакирова и 25-летие его полета в космос. Восьмилетний спасатель в департаменте по чрезвычайным ситуациям наградили Настю Пхенда за спасение пятилетнего ребенка. Жители поселка Актаз по неволе осваивают профессию дорожных рабочих. Сельчане взялись за лопаты и сами закапывают ямы на дорогах. Власти поселка обещают взяться за эту проблему лишь в следующем году. И то, если в бюджете будут деньги. Улицы поселка можно сравнить разве что с парком аттракционов. Но сельчане таким развлечением не рады. Каждое утро им приходится тщательно выбирать дорогу. Уже долгое время в поселке существует традиция. Жители берутся за лопаты и закапывают ямы на дорогах. Вот только своими силами ремонтировать дорогу бесполезно. Обещали. Привольную сделают, потом начнут эти дороги все делать. Объездные. Хорошо. Привольную делали два года. Сделали эту привольную, но там до сих пор еще ямы есть сейчас. Сделали эту дорогу. Потом получилось так, что водоканал сказал, пока мы трубы не проведем, деньги выделены. Мы не знаем, честно говоря, кем выделены. Но были выделены на весь октас. Особенно по весне вся вода бежит с октаса. Она течет сюда по дороге. И течет вот здесь у нас все прокладывается. Вот она русло уже промыла себе. Бежит все во двор. Вокруг дома. И вся вода бежит в подвал. Бежит в подвал. И мы здесь насосами выкачиваем с подвала. Состояние дорог оставляет желать лучшего. Местные жители утверждают, что уже не раз обращались соответствующие органы, но пока не получили никакого ответа. Имеется ли план мероприятий по устранению данных недостатков, прокомментировал Акимат поселка Актас. У нас будет проведена работа следующая. У нас будет проведена грейдер. Мы снимаем верхний слой, ровняем. Сверху потом мы будем мелкий отсев, мелкую щебенку будем сыпать, трамповать, уравнять. В таком плане работа планируется. Это буквально на этой неделе. Все зависит от погоды. Почему? Потому что для работы грейдера необходима хорошая погода. То есть условия не должны быть дождей. То есть мокрая почва, чтобы не было. В этом году ремонт дорог не планируется, заявляют чиновники. Связано это с плачевным состоянием местного бюджета. Но в Акимате пообещали, что в следующем году этот вопрос будет рассматриваться с участием местного сообщества. Тогда и будет решено, сколько денег поселок может потратить на ремонт дорог. Но это будет лишь в следующем году. А пока сельчанам не остается ничего другого, как осваивать профессию дорожных рабочих. Адель Антая, Вожек Сулык Нурта, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Жители села имени Косыма Аманжулова тоже ремонтируют дорогу своими силами. Сельчане устали ждать помощи от чиновников и решили сами отремонтировать разбитый участок между Каракаролинским и селом. Протяженность данного участка 45 километров. Для благого дела скидывали 7 селом. Каждый давал столько, сколько мог. Помогли и местные бизнесмены. В итоге было собрано около 300 тысяч тенге, на которые сельчане закупили необходимый материал. Мужчины выгнали свою технику на дорогу, взяли лопаты и принялись за работу. Женщины тоже не остались без дела. Они готовят и кормят своих мужей. Дорога для нас большая проблема. Ни в город не съездить, ни к родственникам. Машины постоянно ломаются. Куда смотрит Акимат? Зачем нам такой Аким? Если мы все делаем сами. По словам жителей, на такой шаг они пошли от отчаяния. Вот уже несколько лет сельчане обивают пороги Акиматов и просят отремонтировать дорогу. Но воз и ныне там. Три года назад одна фирма выиграла тендер по ремонту этой дороги. Они привозили асфальт с Караганды. Естественно, пока его довозили, он застыл. Застывшими кусками закидали дыры и ямы. Весной все это превратилось в месиво, а потом асфальт и вовсе растворился. Начав ремонт, сельчане ужаснулись. Здесь отремонтированная три года назад дорога вся в Ухабах и Колдобинах. Сейчас они сами засыпают ямы щебенкой и песком. С 20 июля они уже залатали 35 километров. В районном Акимате развели руками. Помочь жителям нет денег. Власти уже не первый раз запрашивали в областном бюджете более 300 миллионов тенге. В этом году, как бы сказать, денег не выделено на этот вид работы. Мы вот 352 миллиона просим с областного бюджета, чтобы выделили на средний ремонт. Ну, обещают, да обещают, но в этом году, навряд ли, на следующем году можно. Аем Амрина Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Масштабное торжество на родине космонавтов. В Каркаролинском районе широко отметили 70-летний юбилей Тухтара Аубакирова. На праздник прибыл сам виновник торжества, глава региона Нурмухамбет Абдебеков, а также многочисленные почетные гости. Асель Сазамбаева с подробностями. За свою карьеру Тухтар Аубакиров освоил 50 типов самолетов. Он первым совершил посадку на первый советский авианосец. За это и получил звание Героя Советского Союза. В ходе торжественного мероприятия Тухтара Аубакиров принял участие в открытии стелы Улы-Дала-Елесар и Аркадан-Гарышка. Монумент посвящен 25-летию космической экспедиции Тухтара Аубакирова. Первого космонавства сопровождали руководитель области и многочисленные гости и друзья. Карагандинская область гордится своим славным земляком. Такие слова звучали со сцены. Глава области отметил огромный вклад юбиляра в становление независимого Казахстана. Со святой земли Каркаралы очень много знаменитых людей. Один из них – казах, который первым побывал в космосе. Тухтар Аубакиров – герой Советского Союза, национальный герой. 70 лет назад Тухтар Аубакиров родился в простой семье. Юноша, который с детства отличался сильным характером, у которого с детства горели глаза, поступил в летное училище и стал профессиональным летчиком и космонавтом. Имя первого космонавта Казахстана в историю страны вписано золотыми буквами. В этот день юбиляра поздравили люди, с именем которых связана история космонавтики. Поздравить казахстанского космонавта приехали члены экипажа, совершившие вместе с ним космический полет. Летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза Александр Волков и первый космонавт Австрии Франц Артур Фибек. Вы даете нам большой-большой подъем к новым достижениям. Вы замечательный народ. И я думаю, с таким народом Казахстан никогда не пропадет. Он всегда будет на высоте, всегда будет впереди. Я хочу пожелать всем вам счастья, здоровья, благополучия. Оставайтесь настоящими людьми на благо своей великой Родины. Вместе с коллегами Тохтара Аубакирова юбилей посетили знаменитые деятели культуры. Среди них герой социалистического труда, народный артист Казахстана Бибигуль Тулегенова. Мы познакомились с Тохтаром в Москве на празднике Науры с 25 лет назад. Помнится, он был высокий статный мужчина. Я очень была рада встрече, ведь это большая честь – познакомиться с человеком, который побывал в космосе. На сегодняшний день мы увидимся на различных мероприятиях. Он очень добрый и отзывчивый. Конечно же, я хочу пожелать ему прожить еще долгие годы, не зная ни бед, ни печалей. Казахстанский космонавт был рад, что его 70-летие прошло на родной земле. В завершении торжественной части Тохтара Аубакиров выразил слова благодарности всем, присутствующим на мероприятии. Впервые я ощутил, что такое невесомость. Когда сердце вдруг поднимается и начинает стучать вот здесь вот. Я так думал, что это такое? Хочу что-то сделать, а не получается. Я уже оторвался, я летаю. Оказывается, человек там не птица, не рыба. Остается только твое я. Сегодня же я хочу поблагодарить всех собравшихся. Для меня это большая честь. Спасибо вам за праздник. После торжественной части все присутствующие направились в районный ипподром, где состоялись конно-спортивные состязания по национальным видам спорта. Здесь выявляли самых быстрых всадников. Победитель был один. Ему достался главный приз – автомобиль. О сердце Замбаева, Жихсулок Нурта, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Уважаемый телезритель, впереди реклама. Не переключайтесь, и мы сразу вернемся к нашим актуальным новостям. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Продолжаем выпуск. В Каркаролинске предотвращено нападение на отделение банка. Ограбить пытались трое неизвестных в масках с оружием. Об этом сообщила пресс-служба областного ДВД. 29 июля вечером в отделение банка ворвались неизвестные с оружием, однако кассира успела нажать на тревожную кнопку. По тревоге был поднят личный состав Каркаролинской полиции. В одном из ближайших сел были задержаны трое молодых сельчан, которые дали признательные показания. Кроме того, налетчики попросили прощения у сотрудников банка. Задержанные помещены в изолятор временного содержания. Проводится расследование. Оперативной службой полиции по показанию очевидца был установлен тип автомашины, на котором скрылись подозреваемые. После чего оперативниками проверены все владельцы данного типа автомашин. В одном из ближайших сел города Каркаролинск были установлены и задержаны трое жителей этого села, которые дали признательные показания. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 192 Уголовного кодекса Республики Астан, то есть разбой. Задержанные во дворе в изоляторе временного содержания проводятся расследования. Расследование на шумевшей краже сдвинулось с мертвой точки. Задержан экс-охранник торгового дома «Алем», которого подозревают в краже ювелирных изделий на более 200 миллионов тенге. 33-летний Жандос Асанов несколько месяцев находился в розыске. Кража в торговом доме «Алем» произошла 28 марта. Как выяснилось, злоумышленники проникли в здание, разбив входную дверь. Первыми это заметили охранники и владельцы бутиков, которые утром не смогли попасть в торговый дом. Позже в интернете появилось видео с камер наблюдения. На кадрах запечатлены преступники в масках и перчатках. Они орудовали без особой спешки. Вместе с тем пропал охранник торгового дома, который дежурил в день ограбления, Жандос Асанов. По данным охранного агентства, у мужчины были хорошие характеристики. Он работал в полиции, затем пять лет в агентстве на охранном пульте. В «Алем» он нанялся за месяц до преступления. Известно, что у него есть жена и двое детей. Дело расследуют по статье кража, совершенная в особо крупном размере. В качестве потерпевших по делу признаны 12 человек. Общая сумма материального ущерба составила более 233 миллионов тенге. Годовалый малыш, отравившийся бензином, скончался в больнице Балхаша. Напомним, что 28 июля в больницу поступил ребенок. Его мама рассказала, что мальчик выпил бензин из пластмассовой емкости. В Балхаш выезжали специалисты из областной детской клинической больницы. Однако спасти жизнь ребенку не удалось. Информацию о смерти мальчика подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения. По словам медиков, мальчик скончался в 5 часов 40 минут 30 июля. Врачи до последнего боролись за жизнь малыша. Однако он поступил в больницу в тяжелом состоянии. У него была интоксикация тяжелой степени, аспирация, отек головного мозга. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ребенок умер, не приходя в сознание. Полиция начала расследование в отношении родителей мальчика. Им грозит ответственность по статье Уголовного кодекса «Оставление в опасности». 31 июля в возрасте 88 лет ушел из жизни видный общественный и политический деятель, ветеран труда, почетный гражданин Карагандинской области и Караганды профессор Досмагамбетов Султан Капарович. За всю свою жизнь он подготовил 200 научных трудов по экономике, юриспруденции и педагогике. Он стоял у истоков развития Горного института. Даже после выхода на заслуженный отдых он оставался для многих наставником и учителем. Его мудрые советы не раз помогали в решении трудных задач. Строгий, безупречно честный и глубоко проницательный в делах, неисчерпаемый в ярких идеях, таким останется для всех Султан Капарович. Прощальная панихида состоится 2 августа в Театре имени Станиславского с 9.30 до 10.30 часов. Траурный митинг начнется с 10.30. В 13 часов в ресторане «Ариста» состоится поминальный обед. Восьмилетняя карагандинка Настя Пхенде спасла жизнь пятилетнему ребенку. За отвагу ее наградили сотрудники департамента ПЧС. Как оказалось, это не первый ее героический поступок. Прошлым летом она спасла еще двоих детей. Когда пропала пятилетняя Руслана, сполошились и родственники, и соседи. Но никто не догадался проверить местное болото. Тонущую девочку случайно увидела Настя, которая сразу же бросилась к ней на помощь. Она пошла к воде. Она уже почти наггиналась, и я хотела посмотреть. Нету там Русланы. Я ее там увидела. И потом вытащила ее. То есть она уже тонуть начала? Да. Это не первый случай, когда Настя спасает детей. Этим летом она также сняла девочку с дерева, а год назад уберегла четырехлетнего мальчика от наезда машины, которая неслась на большой скорости. Он вот играл и не услышал, что машина едет. Потом чуть он не попал под колеса, и я его вытащила. А сколько лет он мальчик? Было пять. Испуг был и у детей, и у водителя. Но настоящий ужас пережила мама Насти. По ее словам, она обычная школьница, играет в куклы, ходит на танцы. А других детей ее отличает бедительность, быстрая реакция и большая любовь к маленьким детям. Мама не скрывает, что иногда самой становится страшно за нее. Она как все нормальные родители, говорят, что такое хорошо, что такое плохо, что делать можно, что нельзя. Но единственное, мы всегда отец ее учил, что старших надо уважать, а младшим помогать. И вот это воспитывая в ней, что надо быть бдительным, где-то помочь, где-то не оставаться равнодушным к чужой беде. Так вот у нас вот и есть. Поэтому, как бы в этом она и выросла. Страшно, конечно, когда... Просто последний случай, это был случай того бдительности. Она просто была бдительна. Может, девочка бы упала, может, не упала. Но это дело времени, дело случая. Просто то, что она была бдительна. А вот то, что мальчик, когда под машину она вытащила, вот это было страшно. Сотрудники департамента ПЧС отмечают, всего по Караганинской области более 400 водоемов. Из них контролируемых 7 водно-спасательных станций. И обхватить всю область невозможно. Большинство детей тонут из-за недосмотра родителей. В первую очередь, недосмотр родителей. Были случаи, когда вообще без родителей дети сами возле водоема играются. Вот недавно, буквально 2-3 дня назад, в Абайском районе у нас был случай, в селе Самарском. Ребенок упал, он в одежде был, играл. Игрался возле речки с детьми. Родителей не было рядом. Был в гостях у родственников. И провалился. Мы нашли на вторые сутки ребенка. 4 года всего. Ну, как можно на 4-летнего ребенка оставлять без присмотра. Анишел Корбек, Исламбек Успанов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Карагандинцы против бытового насилия, торговли людьми, смертей на воде. Под таким лозунгом в шахтерской столице стартовал автопробег. Участники раздавали листовки, буклеты и объясняли жителям, куда им обращаться в случае непредвиденных ситуаций. В автопробеге приняли участие волонтеры, сотрудники общественного объединения «Мир добра», полицейские и спасатели. Подробности у Аим Амриной. 30 июля во всем мире отмечают День борьбы с торговлей людьми. Карагандинцы решили отметить эту дату автопробегом. Волонтеры объединили в своем порыве несколько проблем. Бытовое насилие, хулиганство в общественных местах и участившиеся факты трагедии на воде. Я ее полностью не изучила, но, конечно, это очень полезная информация, она очень нужная, потому что бывают такие ситуации, у нас в парке даже пропадают дети. По словам организаторов, в общественное объединение «Мир добра» часто обращаются жертвы бытового насилия. Зачастую это жены влиятельных людей. Они ищут поддержки и рассказывают об ужасах рукоприкладства со стороны любимого человека. Все пострадавшие получают как психологическую, так и юридическую помощь. Им предоставляется временное жилье с трехразовым питанием. Обращаются именно женщины возраст 30-45. Есть случаи из-за 60, когда начинают мужья, остались на пенсии, не удел, тоже идет вот это бытовое насилие в рамках психологического давления. Но у нас четко налажено взаимодействие с органами внутренних дел. Это группа по защите женщин. То есть мы сразу даем настрой, даем факт, подтверждаем, что вот этот факт есть. Работает, начинает работать участковый инспектор. Начинает работать защитное предписание, которое помогает человеку. Также, по словам организаторов акции, в обществе становится больше хамов. Борьбой с ними занимаются как полицейские, так и участники добровольной народной дружины. В этот день их ряды пополнили новые активисты. Более 10 добровольных помощников получили удостоверение по вязке жетоны. Правда, в надписи на жетоне закралась ошибка. Александр Швефель – участник добровольной народной дружины. Он занимается охраной общественного порядка уже не первый год. Ветеран афганской войны отмечает, что пройти мимо дебошира или хулигана ему не позволяет совесть. То там выбивают, курят, бросают, все мочки защелкают. Подойдешь их получше, что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят, не бросают ничего. Охота прям помочь. У меня у самого три сына, дочка, все десантники, пацаны. Ну, воспитанные самые. Ну, вот я вот с таким онкогровением хочу вот, ну, участвовать во всем этом. Последним пунктом назначения участников акции стало Федоровское водохранилище. Волонтеры вместе со спасателями объясняли отдыхающим о правилах безопасности на воде. По информации ДЧС, с начала купального сезона в области утонули 18 человек, в том числе 10 детей. По основным причинам, конечно, алкогольное опьянение, а также не следили детей, например, не тут купаться, а за людьми не следят и знают, как оплачено. Уважаемые телезрители, это все, о чем успели рассказать журналисты Первого Карагандинского. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 420649. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok